Всем привет! С вами Михаил. И сегодня на моем канале я буду рассказывать про крепление самодельное на собаку. Да и не только самодельное. Про покупные я тоже скажу пару слов. Ну что ж, приступим. Почему я решил сделать? Ну, захотелось мне, так скажем, поснимать со своей собаки и заиметь собственное видео. Домашнего питомца от первого лица. И для этих целей я, так скажем, выбрал путь самодельный, потому что покупная штуковина довольно-таки недешевая. Ну а эффект, так скажем, как мне показался в начале, он и подтвердился довольно сомнительный. И поэтому я предпринял решение сделать самостоятельно. Инструменты у меня есть, и вот что у меня получилось. Изделие я взял за основу покупное, по картинкам разглядывал. И, собственно, оно состоит из двух частей. Первая платформа и вторая платформа. Первая у нас платформа на спине животного закрепляется. Вторая платформа у нас закрепляется на груди, спереди. То есть мы можем установить одновременно либо две камеры, либо какую-то одну попеременно менять местами. Ну, лучше, естественно, сразу две, потом склеивать и получать нормальные кадры. Ну что же, сделать не так уж и сложно оказалось. Платформа у меня сделана из пластика. Взял, вырезал листы пластика. Первая платформа у меня довольно большая. Чтобы края, вот эти вот, это к шее ориентированно, не натирали собаки, да и с обратной стороны было мягче, я приклеил сюда флис, кусочек флисовой ткани. Здесь загнул, и таким образом у меня получился довольно мягкий стык. Ну, с этой стороны заднее я не стал делать, потому что позвоночник у животного так не выгибается, чтобы упираться. И проделал, прожег вот такие вот отверстия, куда продел стропы. Прошил от руки, видно, что ужасно по качеству. Да я особо и не старался, потому что делал первый раз, делал на пробу. Поэтому даже не заморачивался с прострочкой машинкой. Сверху я закрепил платформу для крепления экшн-камеры. Взял вот это вот простейшее крепление. Оно было со скотчем 3М. Скотч 3М я оторвал. Там, вот здесь вот сверху есть 4 отверстия. Ну, я специально выбрал такое крепление, где есть отверстия. Если их нет, вы можете их без труда просверлить. И далее прикрутил на винты к пластику. Я даже в пластике нарезал резьбу. То есть у меня здесь не совсем болты, а именно винты. Они просто вкрутились. И при этом они у меня не выступают здесь. Они вкрутились в 2-х миллиметровый пластик. Так скажем, заподлицо с внутренней стороны. В результате все держится. Не раз уже пробовал, закреплял различные степени тяжести сюда камеры. И все крепко и надежно. Вот так вот вставляется вот этот вот крепеж. И к нему сверху закрепляется камера. Показывать я не буду. Смысла нет. Все понятно. Нагрудная часть выглядит у меня следующим образом. Это вот такой исходный был треугольник со скругленными углами. Прорезаны отверстия прямоугольной формы. Вот именно в этих частях я так скажем посчитал. Так будет удобнее путем примерки, сравнения. С обратной стороны вот у меня стропы вот так продеты. Здесь уже у меня так не получилось закрепить. Потому что вот этот крепеж, он крепится с обратной стороны. То есть на саморезах маленьких. Поэтому пришлось здесь с саморезами. В идеале здесь конечно тоже нужно флисовую, так скажем, накладку сделать. Для того, чтобы смягчать воздействие механическое на животное. Но пока что у меня так все. Находится в такой стадии. Здесь вот такое крепление. Почему оно не такое плоское, как вот здесь. А именно выступающие. Ну потому что здесь идет дальше шея животного. И камеру нужно поотдалить от самой грудной клетки. Потому что если этого не сделать, то камера будет упираться в шею и мешать животному перемещаться. Поэтому нужно сделать именно вот такое вот крепление, которое выступает подальше. Что у нас со стропами? Давайте покажу, чтобы было ясно. Здесь у меня три вот таких фастексы. Здесь в эту сторону у меня идет одна. Видно уже, что стропы все грязные. То есть собака в них бегала, не раз все попачкала. То есть брюхо все испачкано. Так, одна стропа идет у нас вот эта на живот. Вот. Далее. Вот эти две стропы. У меня сделаны они, так скажем, цельные. То есть они проходят через нагрудное крепление. И заканчиваются вот здесь вот фастексами. То есть можно регулировать все путем подтяжки вот в этих местах фастексов. Вот эту нагрудную тоже можно перемещать. И таким образом можно под любое, в принципе, животное. Но изначально, конечно, у меня делалось под большую собаку. Поэтому на маленькую установить невозможно. Но вот в рамках больших собак можно осуществлять регулировку, подстройку, так скажем. Собака, допустим, зимой носит комбинезон. Следовательно, нужно увеличить объем, распустить фастексы. И летом же она ходит без одежды. Поэтому нужно все подтянуть. Все должно сидеть достаточно плотно, чтобы не болталось. Так вот. Вот это у меня получается часть неразъемная. Сюда продевается одна лапа. Это вот единственное действие неудобное для собаки. И далее все просто надевается на собаку и защелкивается. Показывать не буду смысла. Нет, все и так ясно. Ну что ж, теперь перейдем к этапу тестирования. И я уже там непосредственно расскажу про плюсы и про минусы данного изделия. Протестировав данное устройство, я выявил следующий недостаток. И основной недостаток это отсутствие какой-либо стабилизации. Я ожидал гораздо лучшей картинки. Однако ввиду того, что собака очень сильно скачет и совершает телодвижение, которое гораздо отличается по амплитуде от человека, то картинка получается неимоверно с помехами. Каждый кадр может отличаться от предыдущего почти на 100%. То есть движения по сути вот такие. И поэтому такую картинку никак не стабилизировать, ничто с ней не сделать. И видео все идет в утиль. Причем как с верхней камеры, так и с нагрудной. Найда, иди сюда. Поэтому я разочаровался в данных креплениях. И кстати, это не относится именно к моему креплению. Данной проблемой страдают также крепления и покупные. Потому что принцип установки у них один и тот же. А вот единственное, что может изменить ситуацию в лучшую сторону, это установка электронного трехосевого стабилизатора, который докупается отдельно и на него устанавливается экшн-камера. Причем установить его можно только на верхнюю часть собаки, так как он большой. А вот на низ, на грудь установить его практически невозможно. Он будет мешать собаке. Так что единственную проблему нужно попробовать решить при помощи стабилизатора. А выбор о том, покупать вам или своими руками сделать данное крепление, решайте сами. С вами был Михаил. До новых встреч. Увидимся на моем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова